Семья Строгановых, проживающая на улице Октябрьская, потеряла сегодня ночью крышу над головой. 80-летняя бабушка – единственная кормилица семьи. Погорельцы просят помощи у всех неравнодушных. Как рассказывает внук Евгений Трофимов, в 11 часов вечера он решил немного подогреть дом и подсыпал угля в печь. На тот момент все домочадцы спали. В доле секунды дом начал наполняться дымом, а стена начала чернеть. Внук бабушки Жени отправился к соседу, чтобы посмотреть, что с его стороны, так как у дома два хозяина и печь разделена стеной. Со стороны соседа она обвалилась и началось возгорание стены. Огонь они старались тушить своими силами до прибытия пожарных. Дедушка в возрасте тоже хороший дедушка, ничего не могу сказать плохого. Просто охота как-то по-человечески, хотелось бы решить все. Восстановить, хотя бы чуть окно вставить, комнату сделать, просто водопровод сделать, окно поставить и комнату сделать, человеческий вид привести и все. Так претензий к нему нет. Понять тоже можно в человеке в возрасте. У него есть дочка, насколько я знаю. Она в России живет, по-моему, я не знаю. В России, скорее всего, общается. Ему 80 с чем-то лет уже, дедушка. Так-то в жизни всякое бывает. Я тоже понимаю, человек в возрасте, печка там. Но восстановить надо мне теперь как быть. Жизнь у Евгении Трофимовны была весьма нелегкой по рассказам соседей. Она ветеран войны, родила трех сыновей. Двое из них погибли, а третий сейчас находится на инвалидности и не в состоянии работать. Внук время от времени перебивается подработками. Но основной кормилец семьи – это бабушка Женя и ее пенсия. Как говорят соседи, она не привыкла ничего ни у кого просить. Сама всю жизнь работала и надеется только на себя. У меня с обоих сторон камни в желчном пузыре. Я практически не хожу, я лежу все время. Я на учете, у меня все, в четырех-пяти больницах лежала, за новым городом, везде я лежала. Я практически ничего не делаю, я лежу практически. На данный момент Евгению Трофимовну забрала к себе соседка, имея сама большую семью из девяти человек. На какой срок она у вас поживет? Пока все восстановится или как-то… Ну, я не знаю, пока восстановится, а где она будет жить. Там у нее дома холодно, как вы сами видели же только что. Там жить дома невозможно, мне кажется. У нее дома даже продуктов нет. Ну, когда мы ужим, мы помогаем, где-то что-то продукты носим. Ну, когда у нас есть. В жизни ей вообще очень тяжело. Очень тяжело. Ну, если кто сможет, помогите, пожалуйста, ей. И у ней дома, видели, воды нет, туалета домашнего нет, санузела нет. Ну, помогите ей. Как выяснилось, у Евгении Трофимовны нет банковской карты, а пенсию она получает по удостоверению личности. Реквизиты для перечисления помощи предоставила соседка Мируер Магимова. Евгения Трофимовна и ее семья просят по мере возможности не оставаться равнодушными к их беде. Айша Усимбекова, Серик Тугаев, Николай Шевелев, 5 канал.